МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания ВТВ информационная программа в Водкинске. В студии Елена Рудакова. Здравствуйте. Начнем, как обычно, наш выпуск с новостей 18-го региона. С 25 по 29 марта во всех регионах страны пройдет всероссийская акция «Культурный минимум». Удмуртская республика также станет одним из регионов-участников. В городах будут подготовлены театральные площадки, где будут представлены программы мероприятий. В Удмурте акции поддержали театр оперы и балета имени Чайковского и Государственный театр кукол. Бересту из Удмуртии начали экспортировать в Японию. Экспорт начался в октябре прошлого года. В 2019 году более 36 килограмм бересты отправили в Бельгию, Германию, Италию, Корею. Так в марте в страну восходящего солнца вывезли более 6 килограмм кары березы. На коллегии Министерства социальной защиты населения и труда региона поставили задачу снизить уровень бедности населения адресно оказывать социальную помощь тем, кто в ней нуждается. В республике уровень бедности составляет более 12% от общего населения. Нашу редакцию обратили жильцы дома номер 9 по улице Королева. На этот раз проблема связана с газовиками. Что случилось, смотрите далее. 11 марта в доме номер 9 по улице Королева газовики провели плановую проверку газового оборудования в квартирах. Обычное дело и стоящее. Но результат жильцов не порадовал. Молодой человек был и ушел. Вечером хотели приготовить кушать, как на завтра. Все, газа нет. Ладно, как бы претерпели, но всякое бывает. На следующий день снова так же включаем утром. Газа опять нет. Значит, дети у меня, естественно, идут в сухомятку. Ну, у чайник, главное, электрический есть. Сразу после проверки в доме отключили газ. Оксана Валерьевна уже более четырех дней кормит своих троих детей сухпайками. И по ее словам, дозвониться до газовиков и узнать, в чем причина такого длительного отключения газа, она не смогла. Сначала я звонила, не могла дозвониться до них. Потом дозвонилась, меня на другой номер перекинули. Позвоните туда, это занимается этим. Позвонила, там трубку не берут. В данном доме 36 квартир. В некоторых включили газ через несколько дней. А большая часть квартир пока отключена. Дозвониться до газовиков все-таки одному из жителей данного дома все же удалось. Но ситуация не изменилась. Сегодня уже четвертый день. С утра включаем периодически, проверяем. Так и газ не дали. Звонили туда, как они сказали у вас. Сначала сказали, что не открыли двери кто-то там на стояке. Чтобы разобраться с данным вопросом, мы обратились в «Откинсгаз». И уже в следующих выпусках новостей мы расскажем, в чем причина отключения газа в данном доме. Елена Рудакова, Лерий Колдомов. В «Откинске». Весна – долгожданное время года. Но на всех людей весна влияет по-разному. У кого-то просыпается вдохновение, чтобы писать стихи на кого-то, нападает депрессия или апатия. Скажите, пожалуйста, как на вас влияет весна? Отлично. Солнечно и радостно. Чем вы занимаетесь весеннее время? Гуляем. Очень положительно. Хочется любить и быть любимым. Положительно. Положительно. А чем вы занимаетесь весенними днями? Снег кидаю во дворе. Положительно. Душа радуется. Все тает, все бежит кругом, все хорошо. Чем занимаетесь весенние дни? Весенние дни – подготовка к огороду. Ну, в нашем городе нечем больше заняться. Физкультура. Хожу в спортзал. Так что радуюсь, работаю. Все хорошо. Отрицательно. Почему? Горячее. Мусор. Нормально. Чем вы занимаетесь вообще весной? Ну, сейчас снег кидал, так это обычно, да? Снег на валом, видите, да? Положительно. А чем вы вообще занимаетесь весенние дни? Готовимся к посадкам. Плохо. Положительно. Чем вы вообще занимаетесь весеннее время? Работаю. Хорошо. Хорошо, погода хорошая, отлично. Настроение, все есть. Чем вы вообще занимаетесь весной? Так, чем работаем? Ну, мы занимаемся. Гуляем. К лету готовиться будем скоро. Сеем, садим, саженцы. Гуляю. И что мне делать в пенсионерке? Только гулять. По больницам хожу. Как на вас влияет весна? Очень хорошо влияет весна. Почему? Солнышко, тепло, настроение бодрое становится. Прекрасно. Чем вы занимаетесь в весенние дни? Рассаду высаживаю, готовлюсь к лету. Большинство опрошенных долгожданную весну встречают с улыбкой, но есть и те, для которых весна не самое любимое время года. Продолжит выпуск новости Водкинска в эфире рубрика «Городские новости» короткой строкой. С 1 по 10 марта в Водкинске проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Бахос», направленное на выявление водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения. За данный период было выявлено 18 пьяных водителей, двое из которых управляли в состоянии опьянения повторно. Напоминаем, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. 14 марта в Дружбе состоялся мастер-класс по ткачеству для учащихся 5-6 классов школы номер 5 в рамках реализации проекта «Зарный шикыс». Более 60 школьников узнали историю технологии русского домашнего ткачества, тонкости и хитрости ремесла. Ребята попробовали себя в работе на ткацком станке, которому более 100 лет. В фойе была организована выставка работы с фонда мастеровых Водкинска. 12-14 марта в Можгее с селе Сигаево прошел зимний фестиваль ГТО. В нем приняли участие все районы и города Удмуртии, среди них оказались водкинская команда. Наши участники получили знаки ГТО на спортивном празднике. На соревнованиях участники отжимались, подтягивались, бегали на лыжах. По итогам личных соревнований первое место заняла Лейла Зуева, третье у Ильи Зубковой и Елены Шерниной. Была отмечена Галина Лопатина как самая возрастная участница из Водкинска, 11-й ступени, ей 76 лет. Общие итоги будут подведены позже. Еще больше новостей ищите на портале водкинск.нет. Там каждый день нужная и полезная информация для вас. Новости от волонтеров. Собака по кличке Злата ищет дом и любящих хозяев. Девочка очень воспитанная, девочка очень интеллигентная, прекрасный квартирный вариант, прекрасно терпит выгул, замечательно общается как с людьми, и взрослыми, и детьми, так и с другими животными, абсолютно равнодушна к кошкам, прекрасно ходит на поводке, знает некоторые команды. Девочка стерилизованная, обработанная от всех паразитов и поставлена первая прививка. Кому понравилась Злата, приходите знакомиться к волонтерам. Чем еще знаменательный этот день, узнаете из рубрики «Даты и события страны и мира». Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей. Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей Российской Федерации, созданный в декабре 1990 года. За эти годы более миллиона обратившихся в Союз граждан, чьи потребительские права были нарушены, получили квалифицированную юридическую помощь. 15 марта – день рождения эскалатора. Именно в этот день, в 1892 году, изобретатель из Америки Джесси Рено запатентовал первый эскалатор. А в 1900 году началось производство данного устройства. Интересные факты. Первое испытание эскалатора в метро проводил человек с одной ногой. Это позволило продемонстрировать, что механизм безопасен и удобен в эксплуатации. Первые эскалаторы в Москве появились при строительстве московского метрополитена. Жители столицы называли новинку «лестницей-чудесницей». 15 марта в 1990 году Михаил Горбачев стал президентом, единственным в истории СССР. Этот пост Горбачев держал около двух лет. Его политика привела к распаду Советского Союза в 1991 году и образованию СНГ. На сегодня это все. Впереди вас ждет прогноз погоды. Еще больше новостей ищите на портале votkinsk.net. С вами была Елена Рудакова. Увидимся в Воткинске.